Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Ветераны Западной Армении служат примером для подражания. Официальный памятник геноцида против армян на армянском кладбище в Эль-Мадаге. Форцахи миротворцы восстанавливают памятники жертвам Великой Отечественной войны. В Европарламенте обсудят вопрос о немедленном возвращении пленных армян. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Арцахе, сообщает Карасин. Сборная Армении по тяжелой атлетике занимает третье место в медальном зачете чемпионата Европы. Вартанесу Папазяну 155 лет. Интервью с писателем-публицистом Мари Барсагян Ханджан. 9 апреля 2021 года день был исключительным не только потому, что в эту пятницу в Каннах состоялось очередное собрание армянских ветеранов, но и в качестве встречи и присутствии гостей. Манделье, Канны, Антип и другие муниципалитеты были представлены избранными ими должностными лицами, такими как знаменосцы их президент Жан-Жак Куин, председатели патриотических союзов, а также президент армянского кружка Кэролайн Оганесян. После церемонии открытия, после завершения оценки организации и оценки деятельности, казначей представил счета ассоциаций, которые были единогласно одобрены присутствующими членами. Отметим, что главным событием дня стало вручение от президента Национальной Ассоциации ветеранов Армении Врежа Абрамеана медали «Меч Западной Армении» двум членам парламента Западной Армении, президенту Ассоциации знаменосцев Жан-Жак Гуину и муниципальному советнику Антиба полковнику Джеральду Лакостину, Жану Казаросяну, президенту Ассоциации армянских ветеранов и сопротивления за службу Родине Западной Армении. Медалисты поблагодарили президентов и Ассамблею за их выступления, напомнив им об условиях, в которых они могли работать на благо армянского народа, повидавшего немало испытаний в его истории. Общее собрание Ассоциации ветеранов сопротивления армянского происхождения будет закрыто по санитарным правилам в соответствии с эпидемической ситуацией. Мемориал геноцида в Константинополе – мраморный памятник жертвам резни и пыток 1915 года. Он был построен в 19-м году на армянском кладбище недалеко от Пангальта, возле площади Таксим в Константинополе. Демонтирован в рамках Османской империи и исчез в 1922 году во время оккупации Константинополя. После завершения подготовительных работ комиссии, созданной для строительства памятника в 1919 году, он был помещен на армянское кладбище Пангальт. В 1930-е годы кладбище снесли, а земли заняли. Сегодня он находится на армянском кладбище Пангальт возле парка Гизи на площади Таксим в Константинополе. По словам историка Георга Памукчанов, последний раз фундамент памятника видели в саду военной казармы в Харби, где расположен военный музей Константинополя. Миротворцы восстанавливают памятники жертвам Великой Отечественной войны в Арцахе. Как сообщает Армен Пресс, об этом говорится в заявлении Минобороны Российской Федерации. Эта акция проводится военнослужащими Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Арцахе совместно с администрациями Мартакерского, Мартунинского и Аськиранского районов. В поселке Нурагех установлен памятник 60-х годов, куда прибыли военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого корпуса. Более 90 человек из этого села отдали свои жизни за свободу советского народа, заявили в Минобороны России. Центр гуманитарного реагирования зарегистрировал в Арцахе 58 памятника, посвященных памяти солдатам, павшим на фронте в 41-45-х годах. На сегодняшний день 29 из них уже облагорожены. В Европарламенте 12 апреля состоится обсуждение вопроса о немедленном освобождении и возвращении армянских пленных из Азербайджана, сообщил защитник прав человека Армении, омбудсмен Арман Татоян. По словам Татояна спикерами будут Лукас Фурлас, глава группы дружбы ЕС Армения в Европарламенте, Марина Калюрант, глава делегации по отношениям с Южным Кавказом в Ерлопарламенте, Арман Татоян, защитник прав человека Республики Армения и исполнительным директором Армянского национального комитета Эгенея Винян. К настоящему времени в Армению из Азербайджана возвращено 69 заключенных, включая мирных жителей. Армения экстрадировала в Азербайджан 15 человек, в том числе не только военнопленных, но и Шахбаза Гюли и Дельхама Аскерова, азербайджанцев, осужденных за убийство детей и другие преступления в Арцахе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Арцахе. Об этом в интервью коммерсанту заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Думаю, что они, сопредседатели Минской группы ОБСЕ Россия, Франция и США, в этой работе могли бы сделать полезную роль. Эта тройка имеет опыт и солидную внешнюю поддержку. Как представляется, можно было бы возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателя ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс, сказал Карасин. Он добавил, что сейчас основной блок вопросов связан с гуманитарными проблемами – завершением обмена военнопленными, возвращением тел погибших, беженцами и созданием надлежащих условий для их проживания. Также остро стоит вопрос разминирования территории Арцаха и районов вокруг него. Многое по словам Карасина будет зависеть от того, как скоро удастся установить доверие между сторонами. Сборная Армении заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве. Армянские штангисты завоевали восемь медалей – две золотые, две серебряные и четыре бронзовых. Об этом сообщает 1NURR.AM. Золотые медали в сборной Армении завоевали Карен Авакян весом 89 кг, Самвел Гасполян весом 102 кг. Арсен Мартиросян и Горминасян взяли серебро. Андранек Карапетян, Акоп Макарчан, Лиана, Георджиан и Вараздат Лалаян удостоились бронзовых медалей. Лидирует команда Украины с шестью медалями – четырьмя золотыми и по одной серебряной и бронзовой. На втором месте команда Болгарии с тремя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалями. Вартанас Месропович Папазян родился 12 апреля 1866 года в городе Ван, Западная Армения. Погиб 26 апреля 1920 года в городе Ереван, Кавказская республика Армения. Армянский интеллигент, писатель, общественно-политический и культурный деятель, историк литературы, педагог и переводчик. В 1868 году он вместе с родителями переехал в Агулиск, где получил начальное образование. Учился в армянской школе в Тебризе, в грузинской семинарии в Ачмятине, окончил Цинский университет. Многие годы он был учителем в Ване, Тбилиси, Тегеране, Шуши, Бухаресте, Бурсе и других городах. Редактировал газеты «Крыф», «Шавик», «Карабах». В 1887-89 годах, будучи учителем в Карине, он установил контакты с подпольной армянской патриотической группой. Совершил поездку в Западную Армению. А в 1889 году написал серию статей для мышака. Папазян сыграл большую роль в развитии армянской драматургии. В своих драмах он выдвигал национально-освободительные идеи. За этнографическое исследование Хай Бошанер 1899 года он был избран членом Императорского этнографического общества Москвы. В 1910 году Папазян получил приглашение из Шушинского епархиального училища. Он оставался там до 1912 года. Он преподавал армянский язык, литературу, историю и логику. Работал под редакцией газеты «Карабах». Папазян подвергался преследованиям со стороны российского правительства за пропаганду либеральных идей и заочно приговорён к свердной казни в Турции за свои национально-освободительные взгляды. Партанес Папазян скончался 26 апреля 1920 года в Ереване. Похоронен в пантооне Комитаса. На телевидении Западной Армении писатель-публицист Марибарса Янханджан рассказал о достойной оценке армян, проживающих в разубежных странах, а также об их научном потенциале в Армении. Ссылаясь на историческую греческую цивилизацию, культуру и известных греческих философов, она упомянула, что согласно её анализу, они были не греками, а иностранцами, возможно, армянами. Завершая своё выступление, публицист сказала, «Если вы не можете сделать что-то во благо Армении, делайте это так, чтобы было не во вред». Далее для вас ансамбль Шаракан. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.